Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Бельканто. Меня зовут Елена Корнелли-Сососоева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы по линии Милойки и Дальмонок. И сегодня несколько слов о старой итальянской вокальной школе, которая выявляла яркие стороны голоса, яркие стороны певческого голоса. Затрагивала правильные точки, резонирующие в организме. И отличительной чертой этой школы является то, что звук распространяется по всему телу, насыщается очень красивыми абертонами. Голос очень интересный. Сейчас выводят голос всё время выше, 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 выше. А вот в старой итальянской школе там было всё по-другому, даже в колораторных сопрано. Очень интересный должен быть звук. Тогда голос делается объёмным, сильным, и в то же время мягким. Особенно если голос выходит в большое пространство, он делается мягким по звучанию. И я предлагаю вам послушать записи двух интересных певцов. Баса Льва Сибирякова, начало XX века. И мето-сопрано Джозеппина Зинетти. Я хотела бы, чтобы вы оценили интенсивное звучание, красоту тембра. Даже в тех записях, которые делались много-много лет назад, всё равно эти составляющие можно почувствовать, услышать и оценить. Не в смысле красиво и некрасиво, а в смысле технической ценности, как они рождаются. Именно такое звучание заставляло ходить в оперный театр, вернее, приглашало, звало зайти в оперный театр и богатых людей, и небогатых людей, которые сидели на галёрке. Именно этот тембр приглашал людей наслаждаться голосом певцов. Сегодняшнее логическое образование, оно утверждает, правильно ответил, молодец. Оно не развивает индивидуальность. А голос – это прежде всего очень сильная индивидуальность. Я дам ссылочки в описании. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова